Музырьское славе В 11-м туре чемпионата страны по футболу Высшей лиги на своем поле одолела лидером Борисовский Батем 2-1 Эта виктория позволила подопечным Юрия Пунтуса Подняться на 4-е место в таблице чемпионата На минувших выходных стартовали кубковые баталии Состоялись матчи 1-32 финала На первой стадии розыгрыша трофея Участие принимали 8 команд из Гомельской области Правда, дальше прошла только половина из них Самый неожиданный результат зафиксирован в Калинковичах Местная вертикаль, выступающая во второй лиге Со счетом 2-1 обыграла одного из фаворитов Дивизиона рангом выше Могилевский Днепр Гомель, Гомель, Желдор Транс и Светлогорский Химик Пробились в следующий раунд Одолев своих соперников из второй лиги Обыграны соответственно Молодечно, Осипович и Клецк А вот Гомельский ДСК, Мозырьский Монтажник ЮАС из Житковича и Рогачев Прекратили борьбу за трофей Уже известны пары 1-16 финала розыгрыша кубка По итогам жеребьевки Гомелю в сопернике досталась столичная Динамо Гомель, Желдор Транс, за право сыграть в 1-8 финала Поспорит с Крумкачами Химик сразится со Слуцком, а вертикаль с Ислачью Мозырьская Славия, которая, как и другие представители сильнейшего дивизиона Вступает в борьбу за трофей со стадии 1-16 финала Сыграет со столичным Торпедом Рэгби для Беларуси вид спорта пока экзотический Однако его любителей у нас не так уж и мало В чемпионате страны по Рэгби-7 принимают участие 9 команд Причем одна из них женская Второй тур первенства состоялся в Гомеле на стадионе Луч Рэгби-7 это, можно сказать, ускоренная версия классического рэгби В каждой команде по 7 игроков А сам матч состоит из двух таймов по 7 минут Очки можно заработать, занеся мяч в зачетную зону А также забив его ногой в специальные ворота Кстати, к этому виду спорта стоит присмотреться В Рэгби-7 играют более чем сотни стран мира А в 2009 году его включили в олимпийскую программу Уже этим летом в Рио-де-Жанейро впервые разыграют олимпийские награды в этой дисциплине А в Беларуси Рэгби-7 только начинает развиваться На втором туре чемпионата страны приняли участие 8 коллективов Из Гомеля, Речицы, Минска, Гродно и Бреста Столичная гражданочка первая и пока единственная в Беларуси женская регбийная команда Соперников среди представительниц своего пола у них нет А игровую практику никакими тренировками не заменишь Вот и приходится девчатам играть с мужчинами Соперники к игрокам гражданочки на поле всю молодецкую удаль, естественно, не применяют И играют в полсилы На шторы к бистке даже иногда обижаются На турнире в Гомеле девчата во всех матчах уступили Однако прогресс в игре налицо На второй игре мы собрались, потому что первую игру мы слили почти пассивно Мы не предпринимали никаких действий, но на второй игре мы пошли в раздевалку Провели нашу беседу и все получилось хорошо На третьей игре, конечно, немножко подустали Нам было сложно физически, но тактически мы могли выиграть По итогам первого тура, который состоялся в конце апреля в Бресте В лидерах были три команды Одинаковое количество очков набрали Кватра из Гомеля, Харугва из Минска и Уния из Бреста В Гомеле турнир проводили по олимпийской системе По итогам предварительных матчей пары одной-второй финала составили Кватра и Харугва, а также столичная Степянка и Уния В первом полуфинале стартовый тайм остался за Кватра 7-0 Однако во второй половине гомельчане упустили нити игры из своих рук Харугва провела ряд результативных атак, оформив выход в финал со счетом 24-7 Противостояние Степянки и Унии получилось более напряженным Основное время матча завершилось в ничью 5-5 В дополнительное время результативную попытку на свой счет записали минчане и отправились прямиком в финал В матче за бронзу интриги не случилось Игроки Кватра камня на камне не оставили от соперника Рыгбисты Унии не совершили ни одной результативной попытки А вот хозяева поля выдали завидную результативность И это несмотря на отсутствие из-за травмы лидеров В итоге победа Кватра 41-0 В игре с командой Минска и Харугва тоже хорошо настраивались на игру Но у нас получил один игрок травму Как бы немножко поломало нас Из-за этого не получилось немного в финал попасть Поэтому вышли в матч за третье место Но уже когда вышли здесь, как бы настроены были хорошо Поэтому как бы заявным преимуществом матч в нашу пользу закончился Готовились в турнир очень тщательно Поэтому как бы итог в итоге предсказуемый был для нас Столичное противостояние в финале завершилось в пользу Харугвы Уступая после первого тайма с отсчетом 0-17 Игроки Степянки во втором больше не позволили сопернику добраться до своей зачетной зоны При этом сами набрали только 7 очков Чего для победы не хватило Самый такой важный матч был для нас с Гомелем Мы ждали этой встречи Очень интересная команда Мы еще в Бресте тоже играли Тоже как бы выиграли Но все равно этот бой был такой, мне кажется, сродни финалу Ну, ребята хорошо, что сыграли второй тайм хороший Выиграли и, ну, я скажу, заслуженно выиграли этот тур Победитель второго тура столичная Харугва единолично возглавила турнирную таблицу Кватра на втором месте с отставанием в 10 очков Еще на 5 баллов меньше у Брестской унии, которая замыкает тройку лидеров Заключительный третий тур чемпионата Беларуси по регби-7 состоится 25 июня в Минске Больше двух десятков спортсменов представят Гомельскую область на главных стартах четырехлетия Совсем скоро, в конце лета, взгляды всех любителей спорта будут прикованы к бразильским аренам В Рио-де-Жанейро пройдут летние Олимпийские игры Самое большое представительство у региона ожидаемо в гребле на байдарках Аканоя С Олимпиады наши гребцы медали привозят почти всегда В числе главных ожиданий легкая атлетика Пока здесь у гомельчан не все возможные лицензии Не так давно порадовала бегунья Екатерина Поплавская На Кубке Беларуси в Бресте легкая атлетка стала первой на дистанции 100 метров с барьерами Опередив нынешнюю приму Эльвиру Герман Еще в предварительном забеге Екатерина пролетела дистанцию с результатом 12,95 секунды Что соответствует квалификационному нормативу для Рио-де-Жанейро Путевка на Олимпиаду оказалась в кармане еще у одной представительницы Гомельской области Перед Олимпиадой у меня чемпионат Европы Я рассматриваю чемпионат Европы как завоевание медалей и дальше уже участие Олимпиада Екатерина Поплавская вернулась в большой спорт после декретного отпуска Несмотря на перерыв она полна сил и уверенности И готова сделать все возможное, чтобы занять на играх высокое место Основная же надежда на медали в легкой атлетике Беларусь возлагает на Андрея Кравченко В Пекине в Десятиборье он завоевал серебряную медаль И Крио готов, осталось только получить путевку на игры Настрой хороший, настрой уже полтора года Вот чемпионат Европы выиграл, это мы последние соревнования были Потом лечился И вот все, уже сейчас желание так накопилось, уже хочется Вот уже как будто собака нацепить, знаете, когда сидит Сцепить ее, отпустить Что-то типа такого В конце мая финишировала 99-я по счету Супервела многодневка Джиро до Италия В общем зачете гомельский велогонщик команды Дименшн Дата Константин Севцов занял 10-е место Этот результат стал лучшим для белорусов за всю историю выступления на гонках Гран Тура Сейчас Севцов готовится к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро На днях он посетил областной центр Гран Тура это самые престижные гонки в мире велоспорта Их всего три Джиро, Тур де Франс и Уэльта Испании За плечами белоруса уже полтора десятка супервеломногодневок Десятое место на Джиро 2016 стало для Севцова повторением успеха В 2011 году белорус также замкнул десятку престижной веломногодневки Однако достижение пятилетней давности не идет ни в какое сравнение с нынешним В 2016 году было куда сложнее удержать позиции При этом был реальный шанс подняться выше в итоговой генеральной классификации Победителю итальянцу Франческо Нибали Севцов уступил 16 минут 20 секунд Достигнутым результатом, да, анализируя после Джиро де Италия свои возможности С моим личным тренером команды То есть реально можно было бороться за восьмую позицию Но, как бы скажем честно, девятую позицию мы упустили просто в последний день Не из-за моих физических и кондиций, а из-за тактических действий моих директоров Подготовка к Джиро де Италии велась с прицелом на Олимпиаду в Рио, куда Константин Севцов планирует отправиться А сама гонка стала отличной проверкой сил, хоть и весьма изматывающей Так что ради подготовки к главным играм четырехлетия Беларусь планирует пожертвовать участием в другой супервелом многодневке Тур де Франс И немного передохнуть Приоритет будет отдан менее длительным гонкам Вся проделанная работа перед Джиро, она как бы с такой же уклоном была проведена на Рио То есть на ближайшие Олимпийские игры Скажем, у Джиро де Италии был один из больших тестов для тестирования своих кондиций, своих возможностей Именно с гонщиками высокого и мирового уровня В физическом плане себя чувствую как никогда после любого грантура Ну, обычно наступает момент расслабления тяжести Такой морально-психологической усталости Ну, как бы вот удивление, что несмотря на 33 года Я чувствую себя гораздо лучше, чем другие пройденные 15 грантуров моих Вот, то есть и сейчас, как бы вот последних два дня Вели именно разговор с моим менеджментом команды И с Федерацией Белорусского велоспорта Потому что два дня находился в Минске И то есть, наверное, придем к заключению такому, что пропущу Тур-де-Франс И буду вести непосредственно подготовку через другие гонки Это Тур-Польша, Сан-Себастьян В Гомеле Константина Севцова встретили радушно Поздравили с успехом Наджира и пожелали удачного выступления на Олимпиаде Добрые слова областное представительство Национального Олимпийского комитета Подкрепило материально, оказав помощь спортсмену ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они, может быть, еще чего-то не умеют Но у них такие эмоции Они настолько нацелены на победу, на выигрыш Просто очень интересно смотреть Потому что они уже как маленькие профессионалы Кстати, в эти дни в Центре Олимпийского резерва по теннису Работает летний лагерь Но около сотни мальчиков и девочек тут с пользой проводят время Тренировки они совмещают с отдыхом Запланирована масса развлекательных мероприятий Мы планируем в этом году Свозить их в аквапарк, город Жлобино В кинотеатры они будут ходить В настольный теннис хотим, чтобы они у нас поиграли В бассейн будут ходить В конно-спортивную школу на экскурсию И на сегодня о спорте все В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник С вами был Максим Савин Удачи в делах и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин